Что же такое ChatGPT? По своей сути это обычная языковая модель, которая работает по простому принципу T9, иными словами языковое моделирование. То есть по некоторому уже имеющемуся тексту делается вывод о том, что должно быть написано дальше. Чтобы иметь возможность делать такие предсказания, языковым моделям под капотом приходится оперировать вероятностями возникновения тех или иных слов для продолжения. Для обеспечения комфортной и бесперебойной работы такого процесса необходимы тонны воды. Нужны, значит, собственно, ChatGPT, что это? Это языковая модель. На самом деле, если огрублять, это все из программы. Для программы, для того, чтобы она считала что-то, любая программа что-то считает, соответственно, ей нужен процессор, на котором все расчеты происходят. Собственно, процессор это и сервер, на котором происходит расчет. Современные технологии требуют все больше вычислительных мощностей, и ChatGPT не стало исключением. Американские ученые подсчитали, что для ответа на каждые 50 вопросов нейросеть расходует литр чистой питьевой воды. Что лишь во время создания ChatGPT на основе языковой модели GPT-3 уходило по 700 тысяч литров воды в день. Это можно сравнить с ежедневным расходом воды поселения на 5000 человек. А если представить, что обучение шло целый месяц, то потраченной водой можно было бы напоить крупный мегаполис вроде Москвы. На этом дело не заканчивается. Всем известно, что сервера потребляют питьевую воду для охлаждения и избежания перегрузок. Каждый день миллионы пользователей задают вопросы ChatGPT, и серверам приходится работать во всю силу. Обычно для охлаждения серверов используют воздух, если это какие-то не сильно нагруженные системы, неплотно установленные. Например, в нашем сервере вы могли видеть, что там стояли кондиционеры, которые охлаждали воздух. И, наверное, заметили, что сзади выходит достаточно горячий воздух. Соответственно, если система более нагружена, то есть, например, один сервер может содержать не один процессор, множество процессоров, они плотно размещены, и воздухом охлаждать уже неэффективно. Тогда используют водяное охлаждение, систему водяного охлаждения. Стоит отметить, что ChatGPT на базе GP3 потребляет в два раза меньше воды. Один литр на сто вопросов. Последнюю версию ChatBot с языковой моделью GPT4 смело можно назвать водохлебом. В день сервера ChatGPT потребляют столько же воды, сколько требуется производству для создания 320 машин. По данным за февраль 2023 года, сайт нейросети посещают 13 миллионов пользователей в день. Это 150 человек в секунду. Страшно представить, сколько всего запросов выполнил искусственный интеллект. Более жутко становится, если перевести все эти запросы в литры потраченной воды. Соответственно, водяное охлаждение – это замкнутый цикл, да? То есть, такие же радиаторы стоят, к ним подводятся трубки, трубки на процессор. Вода на процессор испаряется, по трубке идет на радиатор, охлаждается, снова установится водой, и вот по кругу она так циркулирует.